Всем добрый вечер! Сегодня тема нашего вебинара Как я работаю со своими клиентами? Я работаю продажами Дают мне большой доход в моем бюджете Поэтому продаю я много, активно И мне это очень нравится Мне есть контакт со своими клиентами Поэтому расскажу, что я делаю Сегодня у нас 19 мая Начнем Сейчас прогружается картинка На ней вы видите написано Доход равно продажи и равно постоянные клиенты Конечно, наш проект Экспресс Карьера Он ориентирован на получение дохода От построения бизнес-структур Мы не рассматриваем и не учим в проекте Именно продажам и получения дохода Большого дохода, существенного От продаж продукции Но так как в проект приходят люди разные И очень многим эта тема интересна Многим оказывается очень важно Получить доход немедленный Здесь и сейчас Потому что построение структуры Занимает определенное время А кушать хочется ежедневно И расходы нам нужны ежедневно Поэтому продажи как раз решают вопрос Получения немедленного дохода И, конечно, ваша активность в этом вопросе И равняется количеству совершаемых вами продаж У меня, например, если брать вот в целом Этот процесс продажи Процентов 40 времени занимает именно подготовка Мой психологический настрой Контактов с клиентами И планирование действий Что такое настрой? Ну, для меня это очень важно У меня даже есть такой Уже выработался свой, можно сказать, ритуал Когда я собираюсь Я настраиваюсь Что сейчас там на сегодня Либо на завтра Я себе планирую сходить Обзваниваю своих клиентов Кто где находится Кому что интересно Предупреждаю, что я завтра приду Иногда бывает, что клиенты мне звонят И просят Подойди Там что-то закончилось Или просто хотим посмотреть новинки Значит, но чаще всего Все-таки звоню я И таким образом Я психологически становлюсь готова К тому, что я пойду с продукцией С каталогами И буду с ними говорить На эту тему о продукции Конечно, очень важно Планировать свои действия То есть, я уже сейчас говорю Что они взаимосвязаны с настроем То есть, я уже смотрю Знаю, кто у меня клиенты Где работают Как мне В какое время подойти В какую организацию Чтобы подойти В их обеденный перерыв Или у них есть 15-минутные перерывы Чтобы не ругалось их начальство Потому что я приду И отвлекаю их от работы Вот, я не хочу Чтобы мне делали замечания И не хочу Подставлять своих клиентов Поэтому Вот этот весь процесс Я созваниваюсь И организовываю заранее Также Здесь немаловажно Играет роль Такой момент Как должен быть открыт Вход к деньгам Такой энергетический канал Он должен быть открыт Только тогда К вам придут эти денежки У вас будут продажи И вы получите Нужную сумму денег Что здесь имеется в виду Я проходила Определенный тоже тренинг Деньги и коммуникация с ними Отношения с деньгами Оказывается, это очень важно Есть такие же законы Движения денег Как и закон притяжения к земле Поэтому Некоторые моменты Я уже выработала В виде привычки Они у меня постоянны Например Кошелек Для денег У меня Всегда красивый кошелек Чаще всего Я покупаю В компании Клач Потому что Я в него Складываю Не только денежки Но и блокнот Для заказов И ручку Там он у меня Многофункциональный Но конкретно Для денег У меня есть отделение Если Со мной Рассчитываются Денежками То Я никогда Не Ну Не заостряю внимание В каких Копюрах Со мной Рассчитываются Либо это мелочь Либо это бумажные Денежки Я всегда Говорю Спасибо Беру те Которые дают С большой Благодарностью Если Денежки Какие-то Примятые Либо Либо Мне их Отдали Они Сложены Не Ну Не ровно Лицевыми Сторонами То Я потом Когда Прихожу Домой Разбираю Свои Клач Обязательно Все денежки Я их Руками Разровняю Все ушки Уголочки Загнутые Разровняю Они у меня Ровненькие Все аккуратненько По Возрастающим Копюрам Складываю В общем Они стоят Ровненькие Аккуратненькие Вот такое Отношение К деньгам Уважительное Отношение Это очень важно Потому что Деньги Сами по себе Они Есть Аккумулятор Энергии Вот не просто Это бумажечки А в них Огромная Сила Вложена Потому что Она эквивалентна Какому-то продукту Который Либо вырос И впитал в себя Энергию солнца Энергию земли Механизмов Тепла Человек У меня Ассоциируются Деньги Это вот такой Аккумулятор Энергии Деньги Ходят Есть такое Мнение Выражение Деньги Пришли Ушли Потому что Как любая Энергия Она не может Находиться В постоянно В статическом Состоянии Она должна Двигаться Вот эти Продажи Это как раз И есть Финансово Денежный поток Который я Организую Вот второе слово Рядом написано Конверты Это тоже Я взяла Из Одного из тренингов То есть К вам Денежки Приходят На конкретные Ваши расходы Если вы Не знаете На что Вы их Конкретно Потратите То Не получите Нужной Вам Суммы Потому что Деньги Приходят На конкретные Расходы Ну вот так Вот устроен Мир Поэтому Знать Куда Вы будете Их тратить Вот Очень часто Говорят Составляйте Калаш Мечты Пишите Ваши Желания Посчитайте Сколько Стоит Ваше Желание Это все В общих Чертах Нужно Обязательно Составлять План Ваших Расходов И на Месяц На год И вот эти Конверты Которые я делаю Сама делаю Просто Сворачиваю Бумажечку И у них На этих Конвертиках Написано На определенную Покупку Для себя Либо Для семьи Там Нужна Будет Шуба К зиме К такому Там К первому Декабря Сапоги Осенние К первому Октября Сколько Это стоит И на момент Когда я Составляю Эти Конверты Эту сумму Я делю На эти Месяцы И у меня Получается Этих Конвертиков Очень много Я как-то Посчитала У меня их Около Сорока Штук То есть Здесь Входят И оплата Коммунальная И Расходы На питание Есть Конверт На праздники Есть Конверт Дни рождения Потому что В течение Года У моих Друзей Бывают Дни рождения И каждый Месяц Я определяю Там По 200 Рублей По 150 Рублей Я откладываю В конверт И когда Наступает Праздник Либо день рождения Чей-то Я открываю Нужный Конверт Беру Нужную Сумму Иду Покупаю Подарок Когда Наступает Праздник Я открываю Нужный Конверт И Всегда Есть Деньги На Праздничный Стол На какие-то Деликатесы На какие-то Вкусняшки Есть у меня Конверт Называется Мои Радости Для себя Значит Когда я что-то Сделаю И хочу Себя Порадовать Я всегда Имею Возможность Сходить В какой-то Салон У нас Они есть Либо Что-то Себе Купить Есть у меня Конверт На Неожиданные Расходы Там у меня Тоже Я по 200 Рублей В месяц Откладываю Потому что Абсолютно Все Спрогнозировать Невозможно Когда Неожиданные Случаются Расходы У меня Тоже Определенная Сумма Денег Есть Если я Что-то Захотела В течение Года Купить Поехать На отпуск Вот Запланировалось Захотелось Я сразу Сейчас Через интернет Это просто Делается Узнаю Сумму Примерно Которая Мне будет Нужна На эту Покупку Либо На эту Поездку В какой Месяц Я это Хочу Сделать И Сразу Сворачиваю Конверт На долгосрочные Цели Это тоже Очень важно Есть Такой Закон Для того Чтобы Ваша цель Приближалась И Исполнялась Нужна Хотя бы Какую-то Сумму Какую Вы можете Но Вы должны Откладывать На поездку На квартиру На машину На дачу Ну Это Вы сами Решаете Ваши Ваши Долгосрочные Цели Если У вас Вот так Правильно Распределены Все Ваши Расходы У меня Несколько Источников Дохода В том числе И продажи Когда я Получаю Деньги У меня Идут Платежи По порядку То есть Не раз В месяц А наступает Первое число Мне нужно Заплатить За интернет Значит К первому числу У меня Обязательно Продастся Продукции Столько Чтобы Мне хватило Оплатить Интернет Там К десятому числу Нужно Оплатить Коммунальные Услуги В квартире Значит У меня Обязательно К этому Моменту Будет Необходимая Сумма Для того Чтобы Оплатить Коммуналку И таким образом Так дальше И идут Деньги Постоянно Приходят И расходуются Вот Ну короче Про деньги Можно Говорить Это можно Даже нужно Наверное Сделать Отдельный Такой Вебинар Но факт Тот Что Когда вы Правильно Распределяете Свои Расходы Четко Их Прописываете И знаете Точную сумму Которую вам нужно Потратить К определенному Числу Эта сумма Обязательно К вам придет Либо в виде Продаж Либо в виде Премии Премии У мужа На работе Либо В лотерею Вы играете Либо еще Что-то Произойдет Но Вселенная Всегда Видя Что эти деньги Вам действительно Нужны Она вам Их пошлет И найдет Способ Вам только Нужно будет Проявить Действие Для того Чтобы Их Принести В дом Потому что Денежки Ножек Не имеют За ними Всегда Нужно Сходить Либо Вот с продажами С каталогами Либо Вы на работу Ходите Либо Вы в огороде Что-то вырастили И у вас Кто-то Пришел И купил Но в любом Случае Вы что-то Должны Для этого Делать Вот Второй Пункт Мне написан Это Быть Интересным То есть Вы для Своих Клиентов Для людей Вы должны Быть Интересным Человеком Не только Знать Продукцию Но и Вообще Интересоваться Общими Вопросами Личной Жизнью Города Населенного Пункта В котором Вы живете Книги читать В общем Ваш кругозор Должен быть Большим Вы должны Быть Интересным Собеседником Ну Конечно Знать Хорошо Продукцию И Второй Момент Я всегда Здесь Отмечаю Быть Интересным Внешне То есть Не только Аккуратно Выглядеть Но и Всегда Подкрашиваться Ну Всегда Делать Самую Модную Стрижку Менять Свой Гардероб Не столько Дорогой Сколько Он у вас Должен Быть Разнообразным Ну Например Я Хожу К клиентам Иногда В джинсах И в кроссовках Иногда В длинной Юбке Иногда В коротенькой У меня Есть Такой Костюм Если Это Зима У меня Есть Лыжный Костюм Иногда Я хожу На каблучках В лыжном Костюме Уже Одна Походка Иногда Я одеваю Ботиночки И Такая У меня Есть Шапка Оригинальная Вот Маленькие Такие Моменты По-другому Шарф Завязать К шубе Там Палантино Рифлеймовский Ярко-красный На шею Накинуть В общем Вы всегда Должны Привлекать К себе Внимание И Ну Не шокировать А именно Привлекать И быть В этом плане И внешне И содержательно Очень интересным Человеком С которым Хочется Пообщаться Да Ицхак Пентусевич Тоже Об этом Говорит Но Я проходила Тренинги Немножко Раньше Ицхак Пентусевич Вот только Сейчас Как бы Мы о нем Узнали Заговорили А я Работаю Продажами Уже Где-то Наверное Лет 6 Поэтому Немножко Раньше Были Тоже Тренинги Другие И я Их Слушала Так Следующее У меня Написано Это Я готовлю Каталоги И Скорая Помощь Арифлейм Что это Такое Ну Подготовка Каталогов Это Традиционно Каталог Должен Быть Подписан Вы Его Должны Хорошо Знать По Разделам Знать Акции Каталога Для Того Чтобы Всегда Порекомендовать Купите Два Если Цена За два Продукта Дешевле То Ваша Задача Найти Двух Клиентов Пусть Даже Не в одной Организации А в разных Максимально Стараться Чтобы клиенты Были Ваши Довольны Скорая Помощь Арифлейм Это Так я Называю Свою Косметичку Бьюти Кейс В котором У меня Лежит Продукция Которая Всегда Со Мной Почему Скорая Помощь Потому Что Чуть Дальше Там Будет Фото Я Сфотографировала Что В ней Есть И Когда Я Даже Просто Иду По Улице Уже Все Знают О том Что У меня С Собой Всегда Есть Продукция Всегда Есть Необходимый Набор В Любой Момент Туш Помада Крем Для Ручек Поэтому Это И Называется Скорая Помощь И Конечно Перед Тем Когда Вообще Выхожу Из Дома Ну Даже Торговать Или Просто Иду По Делам Я Всегда Что То Себе Желаю Когда Вы Провожаете Ребенка Или Мужа Вы Наверное Тоже Что То Говорите Иди С Богом Или Бог Помощь Или Храни Тебя Ангел Ну Как У Каждого В Семье Уже Какая То Своя Фраза Вот Возможно Даже Вы Перекрестите На Дорогу Вот Чтобы Провожаете И Точно Так же Провожаете Себя То То Как Как Бы В Нескольких Ролях Вы 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 И Мама И Жена И Когда Вы Идете Работать То Вы Как Хозяйка Дома Хозяйка Семьи Вы Себя Провожаете Уже Вот В качестве Работника Ну И Пожелайте Себе Что Я Там Хороших Мне Заказов Я Иду С Хорошими Продажами Там Еще Что Зачем Вы Идете Что Вам Сегодня Нужно Или Вам Нужно Принести 150 Баловых Заказов Или Вам Нужны Деньги Потому Что Завтра У вас Очередной Платеж Ну Вы Знаете Татьяна Пожелать Удачного Дня Это Понятие Настолько Растяжимое Что Фактически У меня Оно Никогда Не Срабатывает И Когда Говорят Желаю Удачи Это Фактически Ничего Вы Не Пожелали Потому Что Любое Может Имеет Всегда Две Стороны Например Я Не Так Давно Сломала Руку В Феврале Месяце И Мои Знакомые Кто Говорил Надо Же Как Тебе Не Повезло А Другие Говорили Как У Тебя Удачно Получилось Потому Что Смотря С С Сравнивать Эту Травму Вот Поэтому Удача Это Понятие Абсолютно Растяжимое И Всегда Конкретно Когда Вы Идете В Магазин Вы Точно Знаете Вам Нужно Купить Хлеб Вам Нужно Купить Какие То Продукты Когда Вы Идете На Рынок Вы Точно Знаете Что Вы Хотите Там Купить И Какого Качества И На Какую Сумму И Когда Вы Идете Работать С Каталогами С Клиентами У Вас Тоже Это Должно Быть Уже Внутреннее Ощущение И В уме Вам Нужно Обязательно Знать Что Вы Хотите С чем Вы Хотите Вернуться Домой С Деньгами С Заказами И С Какой Суммой Баллов И Рублей С Новым Ключевым Партнером Если Вы Рекрутируете Значит Сколько Вы Хотите Зарегистрации Принести Домой И Уже Их Зарегистрировать С заказами Или Нет Вот Эти Все Моменты Вы Выходите И Вы Себе Желаете С чем Вы Хотите Прийти Домой То Что Вы Хотите Получить Это Очень Важно Пожелание Самой Себе Для Своих Клиентов Я Готовлю Подарки И Скидки Потому Что Они У Меня Уже Постоянные Ну И Подарочки И Скидки Их Любят Всегда И Всем И При Той Конкуренции Которая У нас В городе От Компании Арифлейм У нас Очень Жесткая Конкуренция Поэтому Находить Новых Клиентов Дружить С Постоянными Клиентами Это Стоит Тоже Определенных Усилий Следующий Момент Это Нужно Всегда Дорабатывать Каталог Я Разношу Новые Каталоги Следующие Только На Третьей Неделе И Обзваниваю Всех Кто У меня Не Сделал Заказ На Третьей Неделе Уточняю Каталог Заканчивается Еще У меня Обязательно В последний День Бывает Заказ Хотя Баллов На 50 То Есть Предупреждаю Ваш Любимый Продукт Уже Будет Теперь Только Через Три Каталога Со Скидкой Тебе Точно Его Хватит Чтобы Потом Не Было Недоразумений Потому Что Постоянные Клиенты Я Уже Их Знаю Что Им Понадобится Примерно В какое Время У них Что Будет Заканчиваться И Последний Пункт Это Вложение Денег В Продукцию Я Например Никогда Не Боюсь Свободные Денежки Вложить В Продукцию Я Участвую В Распродажах И На Разнице В Цене Зарабатываю Получаю По Распродажам Там Идут Потом Подарки Которые Также У Меня Идут В Реализацию Это Моя Работа И Вообще Я Считаю Что Если У Вас На Ближайшие 2-3 Недели Есть Свободная Тысяча Рублей Рекомендую Вам На Эту Тысячу Купить Продукцию Если Вы Хотите Торговать Так Вот Чтобы У Вас В Косметичке Скорая Помощь Арифлейм Было Что Предложить Почему Потому Что На Эту Тысячу Если Вы Купите Продукцию И Продадите Ее В Течение Месяца То Вы Заработаете Как Минимум Как Минимум 25% Если Вы Эту Тысячу Понесете И Положите В Банк То Вы Ее Сможете Положить Под 6% Годовых То Есть Это Будет Даже За Этот Месяц У Вас Только 0,5% Накопится От Государства Либо От Банка И Совсем Другая Цифра 25% Вы Заработаете С Этой Тысячи За Месяц Конечно Это Не Значит Что Нужно Купить Продукции Пол Квартиры Заставить Решать Какой Объем Продаж У Вас Будет И Поэтому Вы Всегда Сможете Сориентироваться Но По крайней Мере На Тысячу В Месяц Вы Продадите Обязательно Если Будете Ориентироваться На Продаже Продукции И Точно Заработаете 25% Поэтому Не Бойтесь Вкладывать Вот Такие Разумные Суммы Также Очень Важно Все Время Находить Новых Клиентов Несмотря На Конкуренцию Несмотря На Маленький Городок В котором Я живу Тем Не Менее У меня Все Время Находятся Новые Клиенты Потому Что Это Нужно Делать И Нужно Не Бояться Предлагать И Работать С Каталогами Постоянные Клиенты Это Понятие Относительное При Всем Уважении Ко Мне При Всех Наших Дружеских Отношениях Все Таки Это Понятие Относительное Потому 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 Мои Клиенты Видят Какие Акции Проходят В Компании Например К Новому Году У нас Была Акция На Водичку Позес У нас Была Осенью Акция На Планшеты По 199 Рублей Я Со Всеми Своими Клиентами Пообщалась Я Им Предложила Зарегистрироваться И Поучаствовать В Акции Получить Подарок К Новому Году Это Период Когда Они Также Покупают Подарки И Они Получили Их Со Скидкой От Компании Плюс Еще Подарок Парфюм Либо Планшет За 199 Рублей В Январе Они Получили Подарки Наборы Были У нас По 99 Рублей То Конечно Я Получила Групповые Бонус Баллы Но Зато Личные Продажи Я Поддерживала За счет Новых Клиентов Во-первых Соглашаются Регистрироваться И участвовать Не все Это Единицы Многие Говорят Нет Лучше Ты нам Принесешь Не заморачиваться Этим Всем Но Есть и Те Которые Участвуют Значит Личные Продажи Нужно Поддерживать Притоком Новых Клиентов Также У моих Клиентов Есть Родственники Подруги Которым Может Предложить Другой Человек Зарегистрироваться Ну Например Я Дружу И Хожу К одной Женщине А Ее Подруга Зарегистрировалась В Арифлейм Либо Ее Сестра Зарегистрировалась В нашей Компании Либо В какой-то Другой Компании Потому Что Ведь Есть И Эйваны Феберлик И Амвэй И Разные Китайские Компании Я Такое Слышу Мне Говорят Ира Извини Я Этот Заказ Буду Делать У Своей Сестры У Своей Подруги Потому Что Она Зарегистрировалась Мы С ней Одна Семья При Всех Наших Дружеских Отношениях Все Таки Мы Как В пользу Более Близкого Человека Здорово Замечательно Мы Остаемся Все Равно Друзьями Но На Этот Каталог Один Либо Два У Меня Личные Продажи Чтобы Не Упали Мне Нужны Новые Клиенты Бывает Когда Мои Клиенты Хотят Попробовать Продукцию Из Другой Компании То К ним На Работу На Производство Также Приходят Приносят Рассказывают И Китайскую Косметику И Американскую И Какое Сибирское Здоровье И Чего Только Не Приносят И Конечно Человеку Интересно Сделать Заказ Попробовать Другую Тушь Другую Помаду Попробовать Более Лечебный Какой Шампунь Естественно Что Моя Выручка Уходит В Другие Компании Поэтому Я Всегда Работаю И Вам Искать Новых Клиентов Даже Когда Вам Говорят Что Я Там Покупаю Из Другой Компании Продукцию Ну Хорошо Я Очень Рада Что Вы Подобрали Что Вас Все Устраивает Я Хочу Оставить Вам Посмотреть Каталог Просто Для Сравнения А Что Предлагают У Нас По Каким Ценам Наше Предложение На Рынке Хотите Посмотреть Ну Оставляйте Я Просто Посмотрю Один Два Раз Оставляешь Каталог На Третий Раз Обязательно Будет Заказ Хотя Б Небольшой Потому Что Человеку Точно Также Любопытно Попробовать Продукцию Из нашей Компании Поэтому Вот Эта Работа Она Идет Постоянная Регулярная Ежедневная Ну И Конечно Это Нужно Предполагать И Учитывать Для У Вас Должно Быть Достаточное Количество Каталогов Здесь Я Поставила Снова Слайд Который Как раз И Говорит Что Работая С клиентами Рекомендуя Продукцию Мы Не забываем Делать Подарки За Первый Заказ Дорабатывать Каталог Участвовать Во всех Акциях Которые Проводит Наша Компания Вот Посмотрите Пожалуйста Это Моя Подсобка Она Сейчас Очень Маленькая Потому Что Я Хорошо Расторговалась У Меня Есть Вот Такой Шкаф Я Его Специально Сфотографировала Эта Продукция Выставлена Не Для Того Чтобы Я Ее Сейчас Сфотографировала Она У меня Стоит Постоянно Вот Таких Две Полки Что На Этих Полочках Давайте Расскажу Смотрите Вот Стоит Парфюм Нью Йорк Сзади Него Стоит Парфюм Коктейль Желтый Вот Этот И Вот Этот Парфюм 30 Миллилитров Джордани Голд Я Их Покупаю За Доставку Своих Заказов То Есть Я Не Оплачиваю 120 Рублей За Доставку Заказа Я Обязательно Беру Какую-то Продукцию В общем-то Они у меня Всегда Есть И Они У меня Очень Хорошо Продаются Потому Что Они Стоят 225 Рублей 30 Миллилитров Очень Часто Мои Клиенты Предпочитают Купить Именно Вот Такой Парфюм Чем Парфюмированный Дезодорант Парфюмированные Дезодоранты Спреевые Они Стоят 169 Рублей И Заканчиваются Очень быстро Парфюм Стоит 225 Рублей И Его Хватает На Три В три Раза Дольше И Все Таки Дезодорант Имеет Одни Свойства А парфюм Есть Парфюм Поэтому У меня Они Хорошо Продаются По 30 Миллилитров Цена Хорошая В Прошлом Каталоге Была Распродажа Вот Это Стоит Прешенс И Духи Валар Сзади Вот Здесь Темненькие Видно Это Маскарад Здесь Стоит Мисс О И Фелисити Вообще Парфюм Фелисити У меня Остался Последний Я Его Брала На Распродаже Два Каталога Назад Это Уникальный Парфюм С Афразидиаками И Единственный В котором Экстраты Растений Из Индии Уникальный Парфюм У меня Его Очень Хорошо Покупают И У меня Уже Остался Последний На Распродаже Он Был По 350 Рублей У Меня Он Уходит Замечательно По 500 И Все Довольны Дальше Стоит У меня Парфюм Эклад Это Классика И Стоит Дивайн Классический И Леди Билан Ночь То есть Вот Это Все Мои Сейчас Имеющиеся В наличии Женские Парфюмы Дальше Вы Видите У меня Всегда Есть 2 3 Коробочки Краски И Мужские Ароматы Здесь Стоит 3 Глэшера Эссендент И Джордани Гол Дойче Вита Завтра Я получу Заказ Мне Придет Классический Эклад И Придет С8 То есть Вот это У меня Самые Ходовые Парфюмы Мужские Мне Звонят У меня Есть на них Клиенты Обращаются Ко мне Сами Мужчины Поэтому Они у меня Всегда Есть В наличии Дезодорант Шариковый Эклад Есть Набор Мэн Всегда Я его Беру Очень Хороший Аромат Увлажняющая Пена По 169 Рублей Рядом Стоит Шампунь 2 в 1 И Бальзам После Бритья И Если Здесь Видите И Знаете По Картинке Это Шампунь Мужской А Слайды И стоят На месте Потому что Я рассказываю Что Сейчас Написано На слайде Это Фото Слайд Как видите На полке Стоят У меня Джордани Голд Тоналочка Студия Арт Тоналочка И Тоналочка Из серии Вереми Вообще Серия Вереми Мне Очень нравится Я Ее Очень Хорошо Работаю Она Недорогая И Отличного Качества Дальше Здесь У меня Есть Крема Для Лица И Капсулы Лежат Туши Лежат Помады Опускаемся На полочку Ниже Здесь У меня Средства Гигиены Шампуни Стоят 250 Миллилитров 400 Миллилитров Гели Для Душа Также Большие И Маленькие Объемы Шампуни Есть Из Серии Эксперт Причем В прошлом Каталоге Была Серия Эксперт Замечательная Акция Я Покупала Набором Краску Для Волос Шампунь И Бальзам Продается Все Это Поврось Краска Для Волос Сама По Себе Шампунь И Бальзам Сами По Себе То есть Брать Наборами Очень Выгодно И Я Часто Беру Наборы Стоит У меня Коктейль Супчик Велнес Омега 3 Стоят Велнес Пэк Женский Велнес Пэк Мужской Они У меня Всегда Есть И Для Себя И Всегда Потому что Я Работаю И У меня Всегда Есть Каталог Велнес Очень Много Я Рассказываю О Продукции О Витаминах И Поэтому Такие Продажи В месяц Одному Из Наименований Обязательно У меня Продается Если Вы Свидите Вот Крем Для Ножек Это Большие Объемы Прошлого Каталога Серия Феминель Стоит Зубные Пасты Крем Для Ручек По 59 Рублей Крем Для Ручек По 99 Рублей И Вот Здесь На Уголочке У меня Лежат Все Наши Мыло Discovery Naturel Отшелушивающие И Сенсилк Есть Мыло В коробочках Молоко И мед Вот Пожалуйста Вот Это Моя Подсобка В общем То Есть Все Что Нужно Внизу У меня Стоит Две Коробочки С Мылом Потому Что В прошлом Каталоге Была Замечательная Распродажа Было Мыло Discovery По 32 Рубля Я Им Конечно Запаслась Потому Что Сейчас Оно По 45 Это Очень Выгодно Уже 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 Зная Своих Клиентов Зная Что Они Любят И Нарабатывая Новых Клиентов У меня Всегда Есть Продукция Которую Можно Предложить Также Ко Мне Можно Обратиться В любое Время За Подарком У меня Есть Подарочные Пакеты Бантики Я Всегда Могу Собрать Набор Упаковать Его И Принести Готовый Один Два Сколько Скажут Для Мужчины Для Женщины Что Хотят Парфюмы Либо Это Уход За Лицом Либо Это Какие Косметические Средства Поэтому Постоянных Клиентов Обращайтесь Звоните У них Есть Мой Телефон С Доставкой На Дом В любое Время Экстренный Подарок Звоните Не стесняйтесь Всегда Подберу Если Вы Собираетесь Работать Продажами Нужно Это Иметь Вот Здесь Я Сфотографировала Открытую Свою Косметичку Которую Называю Скорая Помощь Арифлейм Вот Что В ней Открыта Крышка Она У меня В виде Такого Сундучка Чемоданчика Такие Мягкие Тряпочные Продавались Серии Зеван Ручка Сверху Она Открывается Поэтому В ней Все Выложено Туда Умещаются Прекрасно Две Коробочки От Велнес Вот В которой Сложено Все Здесь Есть Помады И Джордани Голд И 100% Цвета Бальзамы Для Губ Блески Туши Как видите Тушь с красным Колпачком Туши Пять В одном Тушь Джордани Голд Я беру На продажу Только Суприма Это Самая Лучшая Тушь На мой Взгляд Прекрасная Кисточка Великолепная Тушь Когда Она Бывает По 249 Рублей В каталоге Я обязательно Беру Штук 10 Этого Мне Как раз Хватает На Три Месяца Торговать И Потом Опять Появляется Суприма По 249 Рублей Например Мои Клиенты Они Даже Никуда И не Звонят Никому Ни В СПО И не Ищут У них Заканчивается Суприма Они Просто Звонят Мне Мне Нужна Моя Тушь Они Знают Что У меня Всегда Для Них Готово Точно Так Туши 5 В Одном Они У меня Всегда На Продаже По 200 Рублей Также Тушь С Красным Колпачком Я Покупаю Ее Тоже В Пределах 20 Штук Когда На Ни Хорошая Цена Вот Не Так Давно Эта Тушь Была По 89 Рублей У Меня Их Было 30 Штук На Сегодня У Меня Их Осталось 3 Штучки Они Почти Все Продались По 139 Ну Я Не Боюсь Вкладывать Деньги Потому Что Есть У Меня Клиенты И Я Знаю Что Это Хорошая Продукция И Она Обязательно Продастся Вот Что Здесь У Меня Стоит Еще Восковые Полоски Для Депиляции Лица Они У Нас Как Правило Бывают 349 Рублей В Прошлом Каталоге На Них Была Распродажа Конечно Я Такую Коробочку По 204 Рубля Обязательно Купила Есть У Меня Всегда Зубная Паста Крем Для Ручек Зубная Щеточка Когда Она У Нас Была В каталоге 69 Рублей Сейчас Они Стоят 99 То Есть Участвую В Распродажах И В Разных Акциях Всегда У Меня Есть Пудра В Эрми Кстати Говоря Я рекомендую Сейчас Лето Эта Пудра Она Очень Хороша Для Кожи Жирной У Нас Летом Обязательно Влажная Кожа В Этой Пудре Есть Микрокапсулы Которые Адсорбируют Влагу Она Стоит Всего Навсего 200 Рублей Но Качество У нее Замечательное И Для Лета Она Просто Незаменима Это Ее Сезон Она Поэтому Сейчас У Меня И Лежит В Моей Косметичке Всегда У Меня Есть Несколько Кусочков Мыло Дискавери Крем Макадамия Для Лица 99 Рублей Пудра Джордани Голд Это Пудра Туш И Вот Эта Помада Я Их Брала Набором За 199 Рублей По Акции Несколько Было У Меня Наборов Все Они Разошлись По Своей Настоящей Цене Вот Это Осталось Последнее У Меня Джордани Голд Всегда Есть Пилочка Для Ног Всегда Есть Дезодоран Шариковый В данной Сегодня У меня Нет Ни Одного Спреевого Дезодорана Из Серии Актимель Потому Что Я Их Все Продала Завтра Получу 8 Штук По 139 Рублей Всегда Есть Зеркальце Щипчики Либо Еще Какая Мелочевка Наши Женские Радости И Штучки Когда Вы Участвуете В Распродажах Вы Видите Там Сделай Заказ Там На 500 Рублей Иногда Пишут На 450 Рублей И Там Зеркальце За 29 Конечно Я В Распродаже Участвую И Делаю Например Там На 1000 Выписываю Два Зеркальце И И И С С С Удовольствием Покупают Если Эту Продукцию Не Предложите Вы Следовательно Ее Предложит Кто-то Другой Человек Все равно Утром Обязательно Умоется И Выходя из дома, и любой женщине нужно припудриться. Предлагаю я спокойно, замечательно у меня это все покупается. В этой конкуренции, которая, например, у нас в городе, и я уверена, что везде есть конкуренция, между самими консультантами Арифлейм и консультантами других компаний, нужно быть на уровне. Для этого несколько рекомендаций, как сервис обслуживания. Всегда записывайте заказ в блокнот для заказов. У нас на сайте есть раздел поддержка продаж, там есть с левой стороны раздел бизнес каталог, и вот в том каталоге всегда вы можете заказать именно наши Арифлеймовские моменты, такие нужные предметы, как блокнот для заказов. Свои заказы я всегда отдаю в пакетиках Арифлеймовских, они биоразлагаемые, об этом я тоже обязательно говорю, они достаточно вместительные, туда даже свободно можно поставить шампунь, бальзам и краску для волос, то есть это не маленькие пакетики, даже очень большие заказы в них прекрасно умещаются. Если заказ маленький, например, там помада всего за 119 рублей, у меня есть пакетики маленького размера, они не Арифлеймовские, но я просто в киосках смотрю, недорогие, там по 80 копеек бывают, я покупаю такие пакетики для разных заказов, разного размера, ну и как я уже сказала, у меня обязательно есть упаковочные, красивые, есть банты, упаковка у вас должна быть. Также рекомендую без денег никогда не отдавать заказ, даже если это ваши очень хорошие друзья, почему, потому что у человека могут случиться неожиданные обстоятельства и он не сможет с вами рассчитаться при всем его желании и вы, что называется, попадете на деньги. У меня такое тоже бывало раньше, сейчас это просто исключено, но это мои грабли и не один раз я на них наступала, поэтому моя рекомендация сразу без денег заказ не отдавайте. если вы приходите у вашего клиента задержали зарплату, либо у него что-то случилось непредвиденное и он деньги, которые планировал рассчитаться с вами, вынужден был потратить на что-то другое, случилось что-то в семье. Если деньги ожидаются, то я всегда говорю хорошо, через 2-3 дня, когда ты получишь свои денежки, сможешь со мной рассчитаться, я принесу тебе этот заказ, он будет стоять и тебя ждать. Все, мы на этом договорились и расстались. Ну, а если человек извиняется и говорит, что я просто не могу сейчас выкупить, вот так случились обстоятельства, ну, что ж, ничего, я всегда говорю, не беспокойся, ты меня ничем абсолютно не затруднил. не поставил в неудобное положение, это вопросы решаемые, если кто-то не знает, то компания Арифлейм предусматривает возврат продукции на склад, поэтому, когда продукция у вас не выкуплена и вы за нее рассчитались, это бывает очень дорогой либо парфюм, либо крем для лица дорогой, либо это несколько предметов, которые, ну, вот вам не нужны и вы знаете, что у вас на эти предметы не будет в скором времени клиента, а деньги вложены, поэтому вы дома берете накладную, если не сохранилась накладная, распечатайте ее, в электронном виде она всегда есть в вашем кабинете, и накладной, либо с копией накладной приходите в СПО, в котором получали заказ, приносите продукцию, она закрыта, запечатана, вы ее никому никуда не отдавали, и менеджер СПО оформляет возврат продукта и ставит причину возврата отказ клиента, эта продукция уезжает на склад, ее оприходуют, и сумму, которую вы за нее заплатили, вам начислят на ваш расчетный номер, регистрационный точнее номер, в виде преддоплаты следующего заказа, через примерно дней, через 10, иногда через 2 недели, деньги уже будут у вас на номере, поэтому никогда не расстраивайтесь и не откладывайте возврат продукции в долгий ящик, если вам клиент пообещал и не смог, вы пришли опять не смог, собираете заказ, отправляете на склад, начинает работать следующий каталог, здорово, давай закажем из этого каталога, если вы видите, что человек не кредитоспособен, либо у них организация обанкротилась, берите преддоплату, здесь уже тогда просто финансовые вопросы нужно решать более конкретно, берите преддоплату хотя бы 50%, сразу объясняйте, что мне заказ нужно выкупить, поэтому или делаем мы с тобой заказ на маленькую сумму, и ты мне сразу отдаешь за тушь, если эта тушь нужна за 139 рублей, значит, сразу ты мне отдаешь 100 рублей, я заказываю тушь, приношу, и тебе будет легче отдать оставшиеся 39, то есть это бизнес, это финансовые отношения, это нормально, также делаю подарки за первый заказ, если человек у меня сделал первый заказ, не важно на какую сумму, я обязательно для него пробничек, либо там приходят у нас подарки за большие заказы, у меня их целая коробочка стоит, которые я участвуя в акциях получаю, поэтому я всегда найду чем отблагодарить человека, очень часто я заказываю пробники новых парфюмов, например, у меня уже был заказ в этом каталоге, очень хорошо, что есть парфюм Дивайн Идол, вот сейчас он новый, и уже разлитый есть в наличии пробники, я их уже заказывала 10 штук, 2 из них я просто подарила своим клиентам, а 8 штук я всегда продаю пробники по 20 рублей, то есть парфюмы с удовольствием у меня покупают пробники в косметичке, это тоже один из источников дохода, заказывайте парфюмы, смотрите по прайс-листу, пробники их всегда заранее печатаются в прайс-листе, в разделе тестеры в самом конце они выделены другим цветом, если у вас прайс например розовый, то две строки новых парфюмов всегда будут бордового цвета, то есть чтобы они бросались в глаза, поэтому пробники заказывайте, они помогают и дать понюхать пробник это не открывать саму коробку, это всегда недорогой, но очень приятный подарок, особенно если это новинка, и женщины с удовольствием покупают пробники, чтобы у них всегда он был в кошелечке где-то подушиться среди дня, также со своими клиентами или просто с незнакомыми людьми, с которыми я заговариваю и предлагаю оставить каталог, когда складывается разговор и они начинают творить какой-то свой опыт или передают опыт своих друзей, моя подруга покупала, у нее получила раздражение, никогда не спорьте на эту тему, и никогда не настаивайте, выискивая какую-то причину, всегда говорите с позиции да, да, это может быть, совершенно верно, у нас натуральная продукция, и вполне возможно, что какой-то ингредиент вызвал раздражение, нужно просто посмотреть состав продукта и учесть это на будущее, всегда говорите, что я вам предлагаю попробовать там такую-то продукцию, когда у меня клиенты спрашивают, есть у тебя хорошая тушь, я в ответ всегда тоже задаю встречный уточняющий вопрос, а что бы вы хотели, чтобы эта тушь с вашими ресничками сделала, открыла, удлинила, придала, объем ресницам, что вы хотите, потому что у нас есть туши разные, и я вам обязательно порекомендую и нужную удобную кисточку и нужного состава тушь, в этих разговорах не настаивая, а именно выясняя, что хочет ваш клиент или что хочет ваш собеседник, возможно, даже он у вас и не сделает заказ, но ваши рекомендации, ваш такой позитивный разговор оставит о вас прекрасное впечатление, вы придете в следующий раз и у вас с удовольствием возьмут посмотреть каталог, это уже гарантированно потенциальный ваш клиент, употребляйте такое выражение, как наша компания предлагает в разных вариациях, предлагает комплексный уход, предлагает уход за волосами, ну в общем наша компания предлагает ту или другую продукцию, будет очень хорошо, если вы возьмете себе в правило никогда не обсуждать другие компании и их продукцию, на это вас провоцируют клиенты и просто собеседники, когда начинают обязательно говорить о том, что я там пробовала другую компанию такой-то крем там китайскую фаберлик мне очень понравилось прекрасная кожа, прекрасные там волосы шелковистые то, другое ну немножко терпения я всегда выслушиваю как насколько получили они удовольствие от пользования другой продукцией обязательно говорю, что я очень рада очень рада что вы подобрали именно то, что вам нужно просто здорово всегда похвалите что человек сделал правильный выбор молодец иногда они говорят так так дорого стоил но я не жалею что я купила ну вы просто молодец что вы себя любите что вы заботитесь о себе вот такой вот разговор оставляйте обязательно каталог найдите у вас разговор должен закончиться тем что вы оставляете каталог посмотрите пожалуйста что предлагает наша компания сравните цены ну просто для интереса вы будете уверены точно что ваш выбор был правильный на такой ноте позитивной обязательно вам нужно оставить каталог ну уж конечно если уж категорически не берут не настаивайте но как правило если разговор идет позитивно и добродушно с удовольствием каталог берут он подписан этот каталог обязательно договаривайтесь что через 2-3 дня когда вы подойдете чтобы его забрать показать следующим своим клиентам вот когда я прихожу забирать каталог обязательно спрашиваю что вам понравилось мне говорят что ой в этот раз у меня вроде бы все есть я не буду заказывать хорошо я очень рада что у тебя полная косметичка да действительно ты у меня прошлый раз заказывала вероятно что у тебя все есть у меня тогда такой вопрос а что бы ты купила а что тебе вообще на что глаз упал пусть оно у тебя есть а что тебе понравилось все равно хоть какой-то разговор о продукции о каталоге я стараюсь провести пускай очень короткий но какое-то свое мнение чтобы человек мне высказал мы прекрасно всегда расстаемся вот работайте со своими клиентами так же если бы вы хотели чтобы работали с вами чтобы относились к вам вот совсем немножечко нужно внимания и участия и человек будет всегда к вам очень позитивно расположен вот это что касается таких несколько советов нашего сервиса и последний слайд который я приготовила продукция которая поддержит ваш имидж консультанта это очень важно потому что продукции Арифлейм торгуют на рынках торгуют с лотков торгуют сумками почему компания Арифлейм такое негативное отношение потому что очень многие торгуют такое слово торгаши не всегда люди сейчас уже покупают даже у них продукцию потому что хочется именно сервиса поэтому ваш внешний вид ваш позитивный настрой ваше хорошее знание продукции правильные рекомендации большое значение имеет когда вы записываете заказ именно в блокнот Арифлейм его код 514404 значит стоит он всего 23 рубля в этом блокноте зелененьком в нем 25 сдвоенных страниц 25 страниц сдвоенных когда вы пишете заказ то нижняя страничка на нее идет копирование честно сказать я так не делаю потому я записываю заказ на каждой странице поэтому у меня блокнот уходит 50 заказов есть у нас в компании и ручки Арифлеймовские например есть по 19 рублей ну ручку можно взять любую для вас удобную пожалуйста у нас есть как видите и ручки есть пакетики комплект 10 штучек стоит 25 рублей если у меня клиент заказывает дороже заказ 250 рублей это пакетик зеленый гарантирован если маленький заказ то здесь я уже сама решаю в какой пакетик я положу значит но обязательно в какой-то упаковке пусть даже прозрачный небольшой но все равно вот не из рук в руки а именно в пакетике отдать выпишите обязательно себе визитки их упаковочка 50 штучек на визитке ну как обычно заполняется имя фамилия можете указать не только телефон но и электронную почту потому что почти со всеми своими клиентами я в друзьях в одноклассниках у них есть и мой телефон а также и общаемся в социальных сетях поэтому указывайте и свою электронную почту либо skype что считаете нужным и визитки это конечно здорово особенно если вы говорите с незнакомым человеком то оставить свою визитку обязаны вы это сделать у моих клиентов постоянных моих визиток наверное ну штуки по 3 по 4 у каждого потому что одна лежит на работе одна обязательно прошу положив себе в косметичку одна где-то дома среди телефонов в общем я своих всех снабжаю визитками в достаточном количестве чтобы не случилось как раньше ой я была дома а твоя визитка у меня на работе мне было нужно срочно не знаю как тебе позвонить сходила в магазин купила что в руки попало когда я несколько раз фразу услышала от своих клиентов снабдила визитками они у них есть везде всегда поэтому звоните подарки что надо срочно и не срочно блокнот арифлеймовский мне очень нравится именно вот этот формат 514 284 код стоит он 25 рублей и за место всех записных книжечек именно арифлеймовский блокнот на пружине очень удобный странички белые расчерчены в клеточку поэтому даже на ходу на какой-то прилавок либо даже на свой собственный бьюти кейс он достаточно жесткие картонки всегда можно записать все что мне нужно ну и конечно как в самом начале я говорила нужно вот это не только свой психологический настрой открыть дверь денежкам пожелать себе конкретно что я хочу и с чем я хочу вернуться домой и все это нужно планировать в наши ежедневники в компании арифлейм они есть разные есть ежедневник по 400 рублей я пользуюсь вот таким за 259 рублей он не датированный и он на два года на 2015 и на 2016 год то есть на два года 259 рублей я считаю очень удобно и лично мне еще удобно записывать и планировать свои дела на отдельных стах ну вот так не знаю почему удобно поэтому у меня на рабочем столе всегда есть стопка листиков формат если брать А4 разрезанный на 4 части вот такого формата у меня лежит стопка листиков потому что ну ежедневник это целая книжка а мне например звонят по телефону мало ли что кому нужно поэтому у меня такой листочек на сегодня то 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 такие то звонки я вспоминаю что мне надо позвонить отправить что то сделать он у меня заполняется переносится на следующий день если я иду из дома этот листик у меня кладется в клатч то есть я периодически открываю свой клатч достаю оттуда блокнот записать заказ ручку и этот листик у меня перед глазами чтобы я не забыла кому-то зайти все на бумаге в свое время мне очень понравилась пословица лучше тупой карандаш чем острая память и я ее придерживаюсь поэтому у меня всегда она записана на листике в ежедневнике и листик всегда со мной лучше все-таки действительно тупой карандаш хоть простым карандашом но все-таки записать и чем я запомню вот все что я хотела я вам на сегодня рассказала как я работаю что я делаю что я покупаю кому как я предлагаю если вам понравилось и будет полезно я буду очень рада вот если вам интересны еще какие-то темы просто нужно списаться и все что я знаю из практического опыта своей жизни я обязательно расскажу я хочу обратить внимание продажи они от вас зависят насколько они будут большие например в прошлом году я торговала больше почему потому что мне очень хотелось поехать в отпуск и на лайнер мечты в круиз я понимала что квалификацию золотого директора я конечно не могу выполнить так быстро а поехать хотелось и именно благодаря продажам продукции Арифлейм я просто заработала и купила путевку в туристическом бюро поэтому за 4-5 месяцев вполне можно заработать приличную сумму денег для того чтобы сделать очень большую существенную покупку если вы распределите распишите свои действия распишите какую конкретно сумму вам денег нужно для чего вам вселенная пошлет и клиентов и продажи и компания Арифлейм будет организовывать неожиданные распродажи и подарки в общем все будет складываться таким образом что только успевайте поворачиваться и предлагать людям продукцию вот на этом я закончу большое спасибо всем кто пришли я желаю вам успешных продаж больших продаж замечательных лояльных клиентов новых и конечно успехов в целом в компании Арифлейм в построении вашего бизнеса всего доброго до свидания